здравствуйте друзья сегодня вторник и я решила снять видео про то что сегодня я вижу на данный момент вот посмотрите что я начала вязать это из подаренной пряжи мне эту пряжу дарила виктория слободьянова спасибо вика тебе большое это хлопок хлопок вот такой вот вот такой хлопок тонюсенький 1400 метров по моему и я добавила сюда ниточку вот такую alize forever земли это микрофибра акрил и 4 процента металлический 96 процентов микрофибра цвет вообще не передает он ярко-ярко бирюзовый очень красивый яркий цвет а на камеру посмотрите как будто после 50 стирок вообще вообще нисколько не передает цвет даже это не интересное снимать цвету такой яркий очень красивый и я давно ничего не могла из этой ниточки придумать я и на крючке ее пробовала и пробовала спицами но наверное это была моя ошибка потому что я не могла подобрать номер спиц и теперь я поняла что номер спиц тут должен быть не двойка не даже два с половиной а три и от трех с половиной вот сверху я начала вязать спицами три с половиной а сейчас я уже вот здесь вот перешла на четверку вот здесь я перешла на четверку чтобы дабы увеличить полотно что я тут начала вязать вот значит я набрала вот эту регланной линии все вот тут вот разделила на три части и здесь у меня по одной петельки вот здесь на полочке пошло а сначала я связала вот такую обвязку это рис просто рисом связала и она такая рыхлая получилось посмотрите какая мягкая но я думаю что после стирки может что-то тут и изменится но видите как я сделала вот так вот сделала это конечно непонятно все но я в каком-то виде увидела так люди делают и я решила так сделать а потом я здесь обвязку сделаю это же рисом обвяжу а здесь соединю вот так у меня будет регланная линия у меня из трех петель обыкновенная и вот рукава уже сняла на крючком на дополнительную нить вот такой у меня получается это я думаю у меня вот кардиган сначала я подумала может быть связать не платится но как таковое платье мне не хочется вот так вот я уже здесь закончила прибавлять и вот так вот идет у меня вниз но нитка полотно получаться такое красиво конечно вам тут ничего не понятно цвет некрасивый вообще даже вообще можно сказать чуть ли не высказалась да не буду вот вот такое полотно красивое получается я хочу чтобы оно было такое мягкое струящие и вот такими спицами я сейчас вижу четверка спицы четверка обыкновенной китайские на тросике мне они очень нравятся и здесь я набрала восемь петель подрезы и сделала вот тут вот делаю прибавки сначала я делала через сколько турную через пять рядов сейчас и стала делать пореже и сделала две петли имитация шва 2 изнаночные петельки сделала вот так вот рукав небольшой вот прямо тютелька в тютельку подмышку потому как у первого изделия сейчас я вам покажу я сделала промахнулась там сделала большой рукав большую линию реглана и мне как-то не понравилось но здесь потому что все равно это полотно будет тянуться я знаю она тянется вы стираешь неизвестно что тут будет я решила тут немножечко вот совсем даже вот линия реглана у меня небольшая здесь по переду надо бы смирить камеру линия реглана у меня здесь 24 сантиметра но плюс еще ведь у нас здесь у меня азиатский росток вот еще это же азиатский росток идет урюнию реглана выходит вот такой вот руках и вот так вот у меня получается так что вижу я вечерами сейчас как-то до обеда пока сначала дела все приделаешь и сажусь только вечерами вяжу вот такой у меня будет кардиган чик летний это считаю что я вижу девочки кто вяжет из подаренной пряжи также я вижу из подаренной пряжи мне очень понравилось что мне получается и я думаю что получится летнее изделие легкая такой к дик кардиган чик получится суперский вот это моя вторая работа первую я вам сейчас покажу я ее начала уже после первой работы потому как мне первая работа под надоело и я решила что-то поменять краски но тут краски конечно вам никак не передается никак не передается никак не передается вот посмотрите вот этот вот хлопок он зеленый цвет зеленая тут показывает вообще как белесый какой-то так что вот такая работа у меня вяжется и мне она очень нравится так и первая работа которую я начала вязать я вам показываю уже это футболка я как ее заявляла как футболка но меня понесло и я решила чё промениваться на футболку дай-ка я свяжу джемпер вот у меня один рукав связан потому что нитки остаются у меня и я решила джемпер летний связать вот такой у меня он получился тоже не передает вообще камера цвет это джинсовый ярко джинсовый цвет и вот я уже закрыла внизу вот так прошла узорчиком тут здесь значит узор сделала 2 вместе накид потом связала лицевыми 2 2 ряда изнаночным потом лицевые и закрыла лицевыми петлями вот так здесь у меня разрез получается вот такой вот и здесь точно также закрыла спинку и у меня здесь видите какой реглан получился большой сейчас я померю сколько тут и конечно он широковатый она мне получилось этот джемпер оверсайз оверсайз но я думаю что вот ведь у меня тут 30 почти один сантиметр реглана линия но это много я теперь уже поняла потому что я же еще вязал азиатский росток здесь вот видите и он же уходит в реглан надо всегда вы вычитать азиатский росток из линии реглана я так поняла вот и закрыла вот здесь подрезы вот так вот тоже имитация тут у меня получилось что-то так мне понравилось а здесь здесь если я думаю что у меня тут джемпер будет я же как бы вот так закручивающий край как-то тут не подходит я думаю и я один ряд прошлась крючком столбиками без накида но мне это не нравится я буду это что-то думать передумывать тут и буду это перевязывать видите он все равно немножко закручиваться но я думаю что после стирки это наверное не будет закручиваться но все равно мне это не нравится значит я тут как-то передумаю еще и вот я начала второй рукав вязать вот и мне это на под надоело вязать этот рукава это же рукава никто не любит вязать я так думаю многие по крайней мере я решила вот начать кардиган вязать из подаренной пряжи вот так у меня получается джемпер ок я вам померила мне версальса версальс но я так думаю что я его буду носить на какую-нибудь рубашонку маечку можно даже тут с воротничком что-то одеть и будут очень прилично смотреться но обыкновенная спинка тут узора нет вот обыкновенная спинка и поглядите тут какая разница в нитках вот один видите полоса не знаю как это так один лот и цвет совсем другой но вот на хорошо видно на камеру а так вроде как оденешь не очень-то вот ведь и тут это вот немножко закручиваться но я думаю что я наверное отпариваю утюгом так что а это я вам не показала это yarnart джинс color 17 вот и 55 процента хлопок и 45 процентов полиакрила 50 грамм 160 метров вот такая пряжа ну все знаете вы ее очень хорошо она мне очень нравится и вот такой джемпер ок у меня получается но ничего я довезу конечно может быть даже в этом месяце довезу осталось то совсем ничего учет у меня захватил этот кардиган чик тут осталось буквально сантиметров 15 наверное до конца рукава и вот здесь еще я вот закрыла так мне не нравится я конечно тут закрыла рукав 2 вместе через 3 петли 2 вместе через 3 петли потом провязала лицевую гладью и сделала 2 вместе накид и изнаночные петли провязала ряд лицевой потом изнаночные петли и закрыла изнаночными петлями и мне конечно это не нравится я это тоже перевяжу по-другому сделаю сделаю как здесь вот сделала и будет тогда у меня все нормалек вот такие у меня на сегодняшний день вязальные истории и и я думаю что я это до конца месяца этот джемпер очик свяжу и покажу вам что у меня получается а вообще-то это рисуночек этот легкий можно вязать и радоваться и вот этот кардиганчик мой он такой тоненький нежненький красивенький прямо суперские суперский кардиганчик видите совсем другие цвета этот сиреневый показывает хотя этот джинс не знаю почему так на камеру показывает вот спасибо девочки за внимание вам всего-всего доброго здоровья желание вязать солнышко весеннего настроения и конечно мирного неба над головой